динамо киев к 1990 году подошел просто таки с позорной статистикой противостоянии с московским спартаком как обыграли хлопцы лобановского народную команду россии на республиканском стадионе 27 апреля 1986 года 21 таки застопорила киевская динамо которая у последующих семи поединках при 1 0 ничьей 6 раз было бита спартаками с общим счетом 311 ужас да что там ужас форменное безобразие если учитывать один четыре дома и общее 26 1989 году то гоньба позор который можно было смыть только аналогичными результатами в 1990 году киевляне которые несмотря на кучу легионеров по-прежнему представляли костяк сборной ссср очень трудно входили в сезон дуплетами чередуя ничьи и победы поражения и снова победы после чего последовало московское турны это был самый настоящий московский триумф киевского динамо на протяжении 5 дней со 2 по 6 мая 1990 года хлопцы валерия лобановского на центральном стадионе страны лужниках выдавали столичные гастроли на ура после тех двух матчей так и хотелось кричать без динамо киев браво брависсимо настоящим футбольным гурманом преддверии чемпионата мира виталий не терпелось продолжение динамо киевского банкета на итальянских стадионах начали киевляне свои майские феерии в москве финальным фейдерверком кубка ссср с местным локомотивом юрий осёмина 61 после чего про спартаковский журналист юрий иваньяд написал прошлой осенью на этом же поле спартак вырвав на последних секундах победу киевлян напомню 21 нагнал их по числу чемпионских титулов напоминаю по 12 спустя полгода динамовцы ответили тем что нагнали спартаковцы по числу финальных викторий у обоих соперников стало их по 9 а лобановский является рекордсменом среди коллег по выигранным финалом словам трудовика от газеты труд и спартака в одном лице юрия ваньята озвученных в еженедельнике футбол хоккей добавлю киевляне вознамерились не только сравняться с народной команды россии по количеству завоеванных кубков ссср но и опередить красно-белых по чемпионским званиям начали динамовцы это делать уже спустя четверо суток все на том же стадионе в лужниках 6 мая 85 тысяч зрителей увидели такие составы команд олег романцев вы тренер спартака выпустил станислав черчесов сергей базу лев василий кульков геннадий морозов борис поздняков александр мостовой геннадий перепаденко замена валерий карпин 30 минута игорь шалима валерий шмару федор черенков сергей родионов валерий лобановский из киевского динамо выставил таких игроков виктор чанов сергей шматоваленко ахрик цвейба олег кузнецов анатолий демьяненко василий раз алексей михаличенко геннадий литовченко олег соленко замена сергей юран 89 олег протасов иван яремчук замена олег лужный 85 минута этот матч не забуду никогда не успел приехать из областного центра в родное село как тут же слетел со ступени крейсового автобуса на первой остановке и побежал в дом родной тетки который находился в минуте бега от остановки потому что знал ее муж будет смотреть футбол заскочил в хату как раз на начало второго тайма и тут же прикипел взглядом к экрану цветного телевизора по ходу спросил я ки счет на щи про грают 0 1 ответил мой друг бывший воин афганец который был в гостях и попивал вместе с мужем тетки пивас ничего зараз виде нравится произнес автор этих строчек в полной уверенности своей правоты твои бы слова то богу в ухо грустно произнес дружок ведь он видел то чего не знал я спартак в первом тайме выглядел вполне достойно автор золотого мяча 89 валерий шмаров к радости почти переполненных лужников открыл счет и ничего не предвещало красно-белым беды а вот после перерыва киевляне играли с большой буквы не давая спарта чем никакого продыха гол назревал и как оказалось не один когда соленко сравнял счет три мужика за 20 стали обниматься словно пацаны после победы в игре неважно какой не успели мы присесть после радостных выбросов эмоций как ваня деремчук после подачи то ли демьяненко поражает цель головой 21 ура громогласно раздалось на 3 луженые мужские глотки мы про пиво в руках забыли какое нафиг пиво если киевляне уделывает этот ненавистный спартак которые не могли так долго обыграть причем последние два сезона 88 89 киевляне только проигрывали и вот она наклевывается первая победа спустя четыре года ты санек прям я кашпировский их загипнотизировал радовался мой друг ему вторил муж тетки ай точно телька ты пришел толпы со взглядом телек ягнащи забывать стал и а ну давай чеем своей аурой указания пошли еще продолжала аспортатив сглазь ничего за россии один закатят подсуммировал общие восторги автор этих строчек и надо же такому случится словно бы следуя моим указаниям замешался борис поздняков его быстренько в своем привычном стиле обкрадывает в кавычках олег протасов выходит на ударную позицию и пробивает без шансов для нынешнего тренера российской сборной станислава черчесова 31 это был такой кайф от футбола и результата которого не испытывал со времен евро 1988 жаль что перед самым финальным свистком только что вышедший на замену сергей юран упустил реальную возможность довести дело до разгрома всем до предела унизил бы спартак но все равно бумеранг киевских 14 прошлого сезона 89 прилетел а время сергея еще придет и бумеранг прилетит по ходу 1990 года спартаку от киева вторично и от юрана лично конечно же болельщики спартака рассчитывали что их ветераны-лидеры сергей родионов и федор черенков сыграют через не могу но увы для красно-белого фанатского моря в лужниках киевляне приспал бдительность их любимцев в первом тайме потом волю поиздевались над ними на каждого спартаковского черенкова находился свой динамовский сергей шматоваленко как вот на фото к тому же не вовремя быстро для народной команды россии восстановился иван яремчук пропускавший финал кубка ссср из-за травмы полученной в харькове 29 апреля ну и конечно же это беда спартака и вообще московских клубов что к маю вышел на пик своей формы алекса ленко после столичных гастролей лично я как и сотни тысяч болельщиков не сомневался что этому молодому форварду дорога на итальянский чемпионат мира 1990 гарантирована и вообще триумфальные столичные гастроли киевлян настроили советских любителей футбола на оптимистический лад ведь это означало что базовый клуб сборной ссср подходит к мундиалю во всеоружии дальше цитирую не часто бывает чтобы одна команда дважды подряд с ветерком объезжала в гостях московские клубы киевлянам это удалось сполна в игре со спартаком именно они выглядели хозяевами положения на фоне академичной непривычно холодной игры москвичей для которых пас был не целью продвижения на голевую позицию а так для красивости киевляне смотрелись мобильнее и динамичнее а второй тайм они по сути дела и вовсе доминировали на поле здесь соглашусь с мнением виталия гузикова только что озвученного мною которое он высказал на страницах футбол хоккея но немного уточню пока киевляне играли размеренно и академично спартак справлялся потому что привык к подобным действиям соперников из динамо поэтому и побеждал их два сезона подряд но стоило хлопцам лобановского читай самому валерию васильевичу рискнуть и заиграть нестандартно раскованно как все спартаковские построения и расклады тут же посыпались как картонный домик я уже неоднократно по ходу написания своих материалов приходил к выводу что лобановский все заранее просчитавший не любил рисковать и делал сие очень редко даже когда этого требовали обстоятельства не рисковал что часто выливалось в негативные результаты так вот в москве после перерыва лобановский рискнул его хлопцы буквально запрессинговали чемпиона своей мощью намеренно ли усыплял бдительность красно-белых соперников валерий васильевич заранее планируя вспышку активности после перерыва или же его вынудили к этому обстоятельства сейчас уже никто не скажет но факт остается фактом динамо киев после перерыва затоптал спартак в газон продемонстрировал всем кто на данный момент в советском доме хозяин прошло почти четыре месяца спартак пожаловал в киев на календарный матч 21 тура 53 чемпионата ссср отставая от киевского динамо и земляков csk на 2 очка 23 против 25 1 сентября 1990 года футбольный спектакль выдали динамо киев валерий лобановский виктор чанов сергей шматоваленко ахрик твейба олег кузнецов анатолий демьяненко василий раз сергей ковалец геннадий литоченко сергей заяц андрей аненков олег протасов сергей юран спартак москва тренер олег романцев состав станислав черчесов сергей базу василий кульков геннадий морозов борис поздняков юрий суслопаров геннадий перепаденко игорь шалимов валерий шмаров валерий карпин александр мостовой на республиканский стадион пожаловало 52 тысячи зрителей до время пришло такое что даже яркая вывеска динамо киев спартак москва уже не собирала переполненные трибуны в позднюю горбачевскую перестройку людей было полным полно других дел поважнее нежели тратит свое драгоценное время и кровно заработанные денежки на посещение футбола ну а те кто все же посетил матч стали свидетелями увлекательнейшего действия которое началось после того как динамовцы и спартак овцы обменялись забитыми пенальти этот гол будут пересказывать нынешние поколения болельщиков своим детям на бумаге все до примитивного просто после аута мяча попал на правом фланге к юрану с базу левым кинувшимся в отбор никаких проблем дальше сергей каким-то а логичным синтезом обманного и таранного движения обыграл кулькова и позднякова корпус право мяч влево стиль юрана в том что восторге спортивные газеты не напрасны можете сами убедиться слава богу видео обзор матча суперголом юрана сохранился и перед вами правы 100 нет тысячу раз правы журналисты киевской спортивной газеты это шедевр юрана действительно пересказывали неоднократно болельщики своим более молодым коллегам но после того как в 1992 году сергей принял решение играть за сборную россии его стали считать в украине с радником эти воспоминания как-то примолкли чтобы вообще затихнуть три года спустя когда юран стал спартак овцем ведь сей шаг был типа предательства вдвойне но я сейчас о победе киевлян над народной командой россии и куда ж тут без политики 15 июля 1990 года верховный совет у ссср провозгласил суверенитет республики и политику нейтралитета замечу что россия проделала то же самое месяцем раньше так вот победа сильнейшего украинского клуба читай сборной республики в свете тогдашних событий воспринималась как виктория над всесоюзным московским центром киевляне выступали в цветах национального прапора времен украинской народной республики 1918 20-х годов и победа динамо киев над спартаком ассоциировала с многими как победа украины над имперской красной россией тем более что спартак овцы играли как раз подходящей форме да и называлась народной командой россии многими московскими журналистами а тут 31 в пользу киевского динамо и без пытань был на матче с мясными 1 0 9 1990 вспоминает фанат киевского динамо со стажем вадим островой классные воспоминания хорошая игра 31 юран звезда после матча долго ждали когда спартак овских болел сектора 34 выведут по 2 омоновца с каждым фаном выходили помню потасовку с омоном и грустную моду черчесова в окне спартак овского автобуса остальные спартачи попрятались за шторками радости после той победы скажу я вам было много огорчало одно уходил олег протасов греческий олимпиакос который возглавил олег блохин так что дубль спартачам от протасова это был последний привет олега поклонникам киевского динамо но еще главнее команду оставлял валерий в лобановский уезжая в объединенные арабские эмираты конечно же тренер говорил и раньше что покинет киевская динамо но все были уверены что после завершения сезона и тут вся страна во время трансляции матча от комментатора узнает что валерий васильевич покидает команду и сразу же после матча со спартаком улетает на ближневосточные заработки как же так покидать клуб который полным ходом вышел на чемпионскую финишную прямую это же негативно может сказаться на динамо уже потом лобановской объяснил что не мог поступить иначе да он мог подождать пару месяцев до завершения чемпионата ссср и только потом улететь в объединенные арабские эмираты но мэтр и здесь все просчитал заранее учитывая уничижительную критику после чемпионата мира виталий и всего к чему прикасался за годы работы лобановский он решил своим уходом обезопасить своих птенцов от нападок московских стервятников прежде всего полковник беспокоился о моральном и психологическом состоянии своих игроков и ведь верно все просчитал умудренный опытом человек сразу же после ухода метро последовала едкая статья аркадия галинского футболе под названием будем выручать эмираты постарался вставить свои юрнические пять копеек вечный искатель все украинских заговоров против московских клубов прежде всего спартака и торпеда юрий ваньяд в московской правде аккурат 1 сентября перед поражением народной команды россии в киеве и все московская кошка сдохла как-то резко выпали зубки у столичных акул пера и высохли чернила ведь критиковать то стало некого объект нападок и критиканство исчез как песок арабских пустынь сквозь пальцы вокруг киевского динамо прекратилась истерия испарился негатив навеиваемый москвой и команда уже под руководством анатолия пузыча уверенно пошла к своему тринадцатому чемпионскому титулу что не говорите если человек гениален то гениален во всем сказано как раз про лобановского который вместе со своей командой еще добыл важное стратегическое очко в москве сыграл с торпеда 00 и только потом мэтр отдал бразды правления анатолию пузычу и улетел в оаэ вот мы и опять лидеры радовался в еженедельнике футбол лидер белого желто синей команды динамо киев олег кузнецов этот факт принес киевским динамовцам огромное моральное удовлетворение ведь после чемпионата мира нас и нашего тренера сделали козлами отпущения на нас посыпались все шишки кое-кто даже усомнился в наших возможностях да и у нас самих стали закрадываться сомнения они разучились ли мы играть в настоящий футбол ответить на этот вопрос можно было только игрой все-таки перед чемпионатом мира был заложен солидный фундамент иначе не было бы нынешней легкости в игре стремительности и мощи в атаках за счет которых мы сейчас переигрываем своих самых грозных соперников почти в каждой линии киевского динамо сейчас появились новые молодые игроки еще недавно перспектива попасть в основной состав выглядела для них весьма туманной а теперь когда одни заканчивают играть другие уезжают за рубеж ребята увидели свет в конце тоннеля и стараются использовать предоставленные шансы самый яркий пример сергей юран когда-то по молодости парень наделал много глупостей а только взялся за ум как последовали одна за другой две тяжелейшие травмы преодолевая обрушившиеся на его невзгоды сергей проявил настоящий мужской характер а таланта ему не занимать может стать лидером команды способных ребят у нас хватает будущее у команды есть в итоге киевская динамо разгромит дома ближайшего преследователя московский цска 41 и в 13 раз станет чемпионом ссср большего не достигнет никто такой вот двойной удар перед самым уходом нанес лобановский московскому спартаку и всем своим столичным недоброжелателям из москвы еще раз повторюсь но скажу что гениальные люди гениальны во всем с вами был саныч до новых встреч